Здравствуйте! В прямом эфире ОТВ программы «Разберёмся» Это совместный проект Общественной палаты района и Одинцовского телевидения Сегодня в нашей повестке сразу несколько непростых вопросов Первый связан с вырубкой деревьев у здания узла связи на Можайском шоссе А второй с незаконным строительством на берегу реки Ликова в Жаворонковском поселении У нас в гостях Андрей Остраухов и Антон Могильников Здравствуйте! Добрый вечер! Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире Присоединиться к разговору можете и вы Наш номер 8495 508 86 84 звоните Андрей, история с созданием узла связи Она изначально была непростой Арендатор или владелец? Утверждал, что он проводит не реконструкцию, а текущий ремонт В чем была выгода именно в такой позиции? Дело в том, что при реконструкции Собственник обязан сделать проект и согласовать его со всеми надзорными органами Сделать государственную экспертизу И самое главное, он должен выполнить современные требования По обеспеченности здания парковочными местами, удобным подъездом и так далее То есть собственник заводит закорягу специально таким образом в целях сэкономить То есть первый путь реконструкции это сложный путь, который требует много бумажек Да, он сложный, затратный И скорее всего на данном земельном участке и для данного здания он невыполним С учетом целей и задач и нового функционального назначения этого здания Которые собственник решил сделать То есть он планирует торгово-офисный центр То есть первый этаж это стрит-ритейл Ну какой-то сетевой магазин, наверное А остальные этажи он планирует сдавать под офисы Но дело в том, что современные требования Они очень жестко регламентируют количество парковочных мест И на каждые 100 квадратных метров торговых офисных площадей Нужно минимум 7 машиномест Ну там примерно площадь около 5000 квадратов То есть где-то 200-300 машиномест около этого здания должно быть А вот так, если прикинуть, вообще сейчас часто строится торговый центр С соблюдением этого норматива Смотрите, на самом деле, если обратить внимание на известных брендов Это там Ашан, Аби Ну крупные торговые центры, гипермаркеты Они всегда выполняют нормы И мне даже кажется, что они перевыполняют Да, мы видим огромные парковочные пространства Все сделано для удобства покупателей В городе нашем тоже есть хорошие примеры таких магазинов Это и Атлас на улице Говорова Это, кстати, и О-парк Это не единственный такой торговый центр С многоярусной парковкой пристроенной Вы можете заехать там на третий этаж И тут же попасть в магазин на этот же этаж И в этом смысле, кстати, предприниматель, который купил, видимо, недорого здание бывшего узла связи И пытается под видом текущего или капитального ремонта провести реконструкцию Изменить функциональное назначение Фактически ведь он, как предприниматель, вступает в недобросовестную конкуренцию То есть кто-то вынужден выполнять все требования законодательства Градостроительного, земельного кодекса Покупать землю, в том числе под парковку А кто-то хочет использовать полосу отвода главной улицы города Одинцова Можайского шоссе Для того, чтобы обустроить там парковку Опять же, да, вот какая самая главная проблема города Это нехватка инфраструктуры, нехватка школ, нехватка детских садов Нехватка парковочных мест И мы видим, да, что нам не хватает дорог Нам не хватает ширины дорог Нам не хватает транспортных развязок И вместо того, чтобы вот в этом месте Очень транспортно нагруженном, да, узком месте Где примыкает улица Свобода Это основная дорога к транспортному пересадочному узлу Станции, железнодорожной станции Одинцова Пересечение Красногорского и Можайского шоссе И вместо того, чтобы здесь решать транспортные проблемы, да, этого узла Наши чиновники, администрация Одинцовского района Идет навстречу предпринимателю И разрешает ему использовать земельный участок Относящийся к улице для его бизнеса С целью, значит, организации парковочных мест Но претензии, я так понимаю, что возникли не только у общественников К данному, ну, скажем так, действию Которое происходит на глазах у всех жителей Но и у главгостроенадзора Что выявили их инспекторы, его инспекторы в ходе проверки? Они установили, что собственник ведет незаконную реконструкцию Дело в том, что перед началом работ Собственник установил забор строительный При этом он захватил муниципальный земельный участок И появился щит информационный Ну, как положено Где он находился? На этом заборе Со стороны Можайского шоссе Да Я вот почему спрашиваю, потому что мы снимали вчера Не было никакого щита Ну, это еще одно нарушение, значит На этом щите было указано, что ведется капитальный ремонт здания Но инспекторы Московской области Главного строительного управления Московской области Они установили, что все-таки работы, которые ведет собственник Относятся к реконструкции именно здания Не текущий ремонт Не убедили их арендатора Но они меняют функциональное назначение здания То есть раньше это было здание узла связи Ему не нужна была парковка Оно было здание, набито телекоммуникационным оборудованием Там по два человека на этаж Они уже назначены складской комплекс Правильно? Производство на складское помещение Они же должны, наверное, поменять как-то вид использования Да, должны И до сих пор целевое назначение земельного участка Это для размещения производства на складского здания А не торгового офисного центра Это еще одно нарушение уже земельного кодекса Прежде чем продолжить обсуждение, я предлагаю посмотреть сюжет Пока одни на минувшей неделе готовились к областной акции Наш лес, посади свое дерево Другие оформляли порубочные билеты Многолетние деревья, отделявшие здание бывшего узла связи На Можайском шоссе от оживленной трассы По мнению предпринимателей, были не зеленым щитом А препятствием для получения прибыли К решительным действиям готовились чуть больше месяца Сначала поставили забор, захватив часть муниципальной земли Затем переставили его по границам своего участка А потом вернули все в исходное положение И вырубили тополя Плохие новости разлетелись по городу быстро Жители были единодушны Необходимости в новом торговом центре нет А вот зеленых насаждений Одинцову и до этого существенно не хватало В прямом эфире ОТВ программы «Разберемся» Наш телефон 8-495-508-86-84 Звоните, принимайте участие в разговоре Вроде бы вырубили тополя, правильно? В основном аллергики должны быть рады Может быть не так это плохо, как кажется? Как лично вы относитесь к санитарной вырубке? Как ее назвали в официальном ответе Администрации городского поселения Одинцову? Я считаю, это просто притянуто за уши Санитарная вырубка подразумевает под собой Уничтожение, наверное, все-таки больных деревьев Которые обследовали Которые несут, наверное, угрозу Соседним здоровым деревьям Здесь мы наблюдаем, что Красивая аллея Которая была над тротуаром Вдруг в одномоменте исчезла Люди, кажется, возмутились То есть уничтожили зеленый щит Главной улицы города Можайского шоссе Которая защищала людей От выхлопных газов Транспорта, которые Большим потоком По этой улице передвигаются Но при этом нельзя сказать, что все-таки Одномоментно деревья исчезли Вот эти вот фокусы с забором Все-таки изначально дали людям какую-то надежду Что их услышали И все-таки деревья будут сохранены Даже до сих пор никто не знает Может быть, они Уже обсуждалось А вдруг они потом посадят какие-нибудь канадские кедры И сделают еще более красивые Сразу крупные такие, по 100 метров, например Но это же никто не гарантирует И первая проблема, которая здесь сразу возникает У всех жителей, да Что происходит, почему не видели Почему общественность не в курсе Я думаю, если бы И почему опять не спросили, что самое страшное Во-первых, не спросили Во-вторых, не объяснили В-третьих, не гарантировали То есть И даже сейчас мы гадаем, что там будет То есть мы не знаем Мы говорим о том, что это здание Вроде бы узла И вроде бы назначение земли Под производственное складское А как мы можем говорить сейчас О каком-то торговом комплексе Если у нас первично Это назначение земли Андрей, на портале 11.info У вас есть такая достаточно подробная информация Что там будет в дальнейшем Откуда эта информация Может быть, несколько слов о том Какое счастье нас ждет в ближайшее время Как эта информация Из открытых источников В том числе и из объявлений на Циане Где эти здания И помещения в этом здании Уже сдаются в аренду Под торгово-офисное помещение Там есть картинка Там есть новый фасад Ну, по сути Как бы Вот только фасадом, наверное Будет отличаться здание Узла связи И здание торгового центра Там есть название Кстати, Одинцовский Но вот сегодня Мне удалось поговорить С собственником Этого здания И он у меня поправил Он сказал, что мы ошиблись Название Он будет называться Телеграф Торговый центр Телеграф И формально Они всегда могут сказать Ну вот видите Это же телеграф Все по-честному Ну, кстати, да Может быть И тоже в латинице написано Чтобы подчеркнуть Что к местным жителям Это имеет посредственные отношения В соцсетях возникла Неразбериха большая Шумиха была Там кто выдал разрешение На строительство Городские власти Или все-таки Не на строительство На вырубку Да Городские власти Или районные Разрешение на вырубку Это полномочия Администрации Одинцовского района Чаще всего Такой документ Подписывает Руководитель администрации Но у нас нет Руководитель администрации У нас есть Исполняющая обязанности Это Татьяна Викторовна Одинцова То есть зря Обиделись на гражданские власти Мы обращались Мы обращались В администрацию Одинцовского района Просили Предоставить нам Этот документ Просили Предоставить информацию О том Кто же все-таки Взял на себя Из чиновников Такую ответственность Подписал Дал разрешение Но, к сожалению Эта информация скрывается Получить порубочный билет Как мы выяснили В Московской области Можно через портал государственных услуг А вот какие для этого Должны быть причины И что появится На месте срубленных деревьев На Можайском шоссе Нам прокомментировал Начальник отдела Муниципального контроля Сельского хозяйства И охраны природы Администрация Одинцовского района Евгений Новоселов В режиме Телефонной связи Давайте послушаем В настоящее время В соответствии с актуальной Редакцией административного регламента Предоставление муниципальной услуги Выдача разрешения На вырубку зеленых осаждений Порубочного билета На территории Денцовского муниципального района Осуществляется путем Выдачи постановления На основании Стоявок юридических И физических лиц Которые поступают нам С портала государственных услуг И осуществляется в случае Строительства и реконструкции Объектов капитального строительства Сетей инженерно-технического обеспечения А также реализации проектов В соответствии С утвержденной проектной документацией В утвержденной грузостритальной документации Также проведение Аварийно-восстановительных работ Сетей инженерно-технического обеспечения Проведение санитарных рубок Удаление аварийных деревьев и кустарников Опасно наклоненных Сухостойных Буреломных Снеголомных Илектровальных Представляющих угрозу Для жизни и здоровья человека Тохранность имущества Коммуникаций реконструкции зеленых насаждений и капитального ремонта на объектов озеленения внутридоровых территорий, проведение капитального ремонта и технического ремонта инженерных коммуникаций, сносе и монтаже реконструкции зданий и сооружений, размещение и установки объектов, не являющихся объектами капитального строительства, также при проведении инженерно-геологических изысканий, восстановление нормативного светового режима в жилых и неживых помещениях, вырубки древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных и железных дорог, также вырубка древесно-кустарниковой растительности при выполнении требований нормативной документации по безопасности полета подвздошных судов и удалении насаждений зеленых при ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций. А также соответствующие постановления могут выдаваться по ходатайству администрации городских и сельских поселений для устранения нарушения норм и правил эксплуатации объектов при их благоустройстве. Вырубка в районе Телеграфа на Можайском шоссе проведена согласно постановлению администрации выданного порубочного билета в связи с обращением о перспективе на основании утвержденного проекта благоустройства указанной территории, а также в соответствии с разрешением на размещение объектов подъедной дороги, элементов благоустройства территории и малых архитектурных форм, фонарей, органы для мусора, приспособления для озеленения и скамеек с размещением компенсационной стоимости бюджета Денцовского района, а также с двойной компенсационной территорией городского поселения Денцова, которая будет проведена в течение 2018 года. Я считаю, что так как указанный объект раньше не использовался в полной мере, сейчас по результатам проведения работ он будет иметь другой архитектурный вид, и территория благоустроена, и будет радовать жителей близлежащих домов своим внешним видом и возможностью отдохнуть там, и посидеть на скамейках, и подышать свежим воздухом от деревьев, которые будут на этом месте также высажены. В прямом эфире ОТВ-программа «Разберемся». Сегодня мы говорим в первой части о реконструкции здания узла связи на Можайском шоссе 20. В ближайшем будущем там практически парк появится, будет подъезд, будут малоархитектурные формы, лавочки, урны. Если посмотреть за глазами урбанистной ситуации, может быть, не все так плохо? Современнее город наш. Конечно, мы будем там гулять с детьми, прям вот на обочине Можайского шоссе дышать свежим воздухом. Я думаю, что хорошо. Можно посмотреть искусственные деревья, и урбанизм вообще поглотит нас. Пластиковый, с подсветкой. А вот так, если глядеть в будущее, какие проблемы вы можете там предположить, когда торгово-офисный центр будет окончательно введен в эксплуатацию? Ну, в первую очередь, это, конечно, транспортные проблемы. Да, это заезд, выезд транспорта, он существенно усугубит ситуацию на этом участке, достаточно нагруженном и так. Ну, и, конечно, я думаю, отсутствие деревьев тех уже тоже. Причем я так понимаю, что вот эти посадки компенсационные, они не привязаны к этой территории. То есть они могут быть в границах. Там у нас чиновники не очень любят лукавить, и они очень много слов говорят, говорят, мы высадим, мы деньги получили. Было бы правильно, если бы показали ведомость, да, денег, что получили, денег, что высадили. Потому что если мы говорим о санитарной рубке, то она не предусматривает компенсационную высадку, потому что санитарная рубка, как я и сказал, это опасные деревья. Санитарная рубка, это был ответ в социальных сетях, то есть вот сейчас это не прозвучало. Тем не менее, если мы говорим о том, что мы получили постановление на вырубку, то там должна быть перечетная ведомость, каждое дерево должно быть учтено, ему должна быть дана оценка, на основании которого оценится стоимость, которая будет перечислена в бюджет, и дополнительно должно быть определено место высадки. На сегодняшний момент это есть или это только на словах Евгения Новоселова? Было бы правильнее, если бы они сказали, что мы сейчас, как я говорил, эти деревья спилили, мы сейчас благоустроим, ну даже если мы говорим о законности тех мероприятий, которые они проводят в рамках реконструкции или капитального ремонта, и мы здесь же высадим нам какие-то другие крупномеры. Крупномеры, конечно. Мы бы, я думаю, жители бы немножко успокоились, сказали бы, ну ладно, хорошо хотя бы визуально. Не вот сеянцы, которые 10 сантиметров. Андрей уже сказал, что грозит коллапсом транспорта, но почему-то никто не думает, что эта территория, этот уголок, промежуток до вокзальной площади, он уже просто напичкан такими комплексами торговыми. Здесь вот в соцсетях тоже обсуждали, и кто-то говорит, не надо покупать, не будут строить. И создается впечатление, что на самом деле вопрос здесь не слил в покупательной способности. Мне кажется, и сейчас они не загружены, торговые комплексы. Это просто желание людей вдруг иметь в центре Одинцова свой престижный торговый комплекс. То есть вопрос не стоит о том, будет ли он востребован, не будет ли он востребован. И вопрос не стоит о том, удобно ли это, нужен ли он местным жителям. То есть почему-то никто не строит садик около детского садика и школу около детской школы. Но вот торговые комплексы почему-то строят, строят и строят. Может быть в дальнейшем опять же там какая-то закредитованность у них будет под торговые площади. Но здесь это требует участия администрации. Потому что житель этого не знает и никогда не узнает. Потому что застройщик никогда и собственник не общается с жителями. Как правило, он может вообще сегодня здесь не появляться, здесь у него стоит управляющий какой-то. Ему поставлена задача, что нужно купить за определенную сумму какую-то недвижимость. Ее нужно во что-то превратить. Причем мы видели даже на примере Денцовского района, что иногда эти торговые комплексы просто загибаются. Вот тот же самый Мираторг напротив Глобуса, он открылся и закрылся. Но деньги-то Мираторг крутит. Понимаете, это крупные компании, которые, они не зависят от того, это мелкий предприниматель разорился бы и пошел по миру. А эти компании крупные. То есть мы говорим о том, что здесь нельзя смотреть. Вот здесь получается какое-то противоречие есть, потому что они строят для того, чтобы получать прибыль, но при этом построив, они эту прибыль не получают, потому что помещения не сдаются в аренду. А может быть им нужно просто что-то легализовать? Может быть заложить, взять под это перспективное строение кредитов банки и как-то потратить эти средства? Здесь именно вопрос к администрации. Вы встречались с застройщиком, да? Земля имеет назначение. То есть есть генплан города Денцова, он до сих пор не утвержден. Нет, утвержден. Уже утвержден, потому что, по крайней мере, проект висит на сайте города Денцова, ГП Денцова. Если по генплану, что там предусмотрено, нужно отталкиваться от этого. То есть если мы когда говорим, вот Андрей сказал, реконструкция, капремонт, это все-таки имеет отношение именно к зданию, к объекту капитального строительства. И город-кодекс четко определяет, что является реконструкцией, что является капитальным ремонтом, что является перепланировкой. А значение здания, его использование, это уже привязка к земле, к генплана. Что там предусмотрено? Смотрите, еще важный очень момент. Вот эта коммерческая составляющая, собственник, он коммерсант, он думает только о деньгах. И как раз вот как-то притормозить его, как-то образумить. У нас для этого выскооплачиваемые муниципальные менеджеры сидят в административных зданиях. Тем более, что собственники чаще всего не ориентируются, не в городе ситуации. Они и должны как-то корректировать, умерять такой хищнический аппетит, умерять этих хищников и напоминать о каких-то общественных интересах. А не слепо подписывать эти разрешения на вырубку, на использование полосы отвода Ажайского шоссе в целях развития торгового бизнеса. Опять же, смотрите, вот мы видим, что количество транспорта растет, там появляются новые многоэтажные дома, заселяются целые микрорайоны. Но где расширение улиц? Где там расширение Ажайского шоссе? В этом году перед выборами губернатора положили новый асфальт. Но почему нигде не расширили? Почему вот в тех узких местах... В данном контексте моя любимая тема — это улица Советская, где построили Сколковский микрорайон, а она как была поселковая, так она, собственно, и осталась. Вот, и смотрите, вместо расширения власть вот на этом земельном участке, где там, он под Можайское шоссе предназначен, вместо этого широким жестом администрация Одинцовского района отдает эту землю под стоянку нового торгового центра. Как так? Где вот объяснение? Почему никто не выйдет к людям и не объяснит, какая была целесообразность, почему это было сделано? На самом деле это очень важно, общаться с людьми, потому что некоторые вещи просто мы недопонимаем. Если возвращаться к вырубке тополей, такой резонанс у жителей Одинцова был вызван не случайно. Многие Одинцовцы уверены, что торговых центров у нас в избытке, а вот зеленых зон катастрофически не хватает. А вписывается ли число торговых площадей в Одинцово в нормативы, узнала Мария Подъепольская ей слово. Российское правительство всерьез озадачилось количеством магазинов на душу населения, опубликовав нормативы, согласно которым на тысячу человек должно приходиться 202 квадратных метра торговой площади и 387 квадратных метров площадей для непродовольственных товаров. Ни для кого не секрет, что за последнюю пятилетку в Одинцово был совершен рывок по сдаче нового жилья. Одинбург, Довинчи, Одинцово-1, город строится, а вместе с ним и развивается торговля. Новые ТЦ вырастают, как грибы после дождя. Магазин в шаговой доступности – это требование времени, которое порой беспощадно к здравому смыслу. Коммерсанты в погоне за прибылью и покупательским интересом возводят торговые объекты фактически под носом друг у друга. Чтобы в этом убедиться, достаточно проехать по Можайскому шоссе. А теперь арифметика. На 320 жителей города, согласно нормативам, должно приходиться более 64 тысяч квадратных метров продовольственных магазинов и более 120 тысяч непродовольственных. В городе значится 34 торговых центра, в среднем по полторы-две тысячи квадратов на каждый, и мы попадаем в указанную цифру. Но это без учета киосков, палаток, мелких магазинов, которые действительно в шаговой доступности не только от жителей, но и друг от друга. Любое строительство у горожан вызывает недоумение. Достаточно полистать социальные сети. Несколько месяцев интернет штормило от негодования жителей в связи со строительством торгового центра «Лента». Несмотря на протестное настроение, связанное с вырубкой деревьев под застройку, магазин открылся и не испытывает недостатка в покупателях. Пример гражданской активности противостояния жителей пятого микрорайона возведению в их дворе нового торгового объекта. В сентябре Одинцовские паблики вновь начало лихорадить. Возле здания бывшего телеграфа, переданного под коммерческие цели, началась вырубка деревьев. Вековые тополя стали препятствием для комфортного подъезда к будущему торговому центру, который должен разместиться в этом здании. Хочется верить, что в ситуации с вырубленными деревьями и реконструкцией узла связи будет найден какой-то компромисс. Но не только эта тема сегодня у нас заявлена. Есть у нас еще и река Ликова в Одинцовском районе. Антон, расскажите о ней. Что это за река? Где она протекает? Это на вид в том месте, где проживает Одинцовский, небольшая река. Она расширяется уже, наверное, в Новомосковском округе. Здесь она берет свое начало. Здесь исток в деревне Трубачеевка. Раньше это была чистая река. Она вытекала из даже, вроде говорят, был даже родник. Тут же в Трубачеевке стоял пионерский лагерь, где дети купались в пруду. Там было несколько прудов, каскад. Сейчас остался один. За последнее время, конечно, река сильно загрязнена. В том числе, конечно, и местными жителями, к сожалению. Министр экологии спасать ее, вроде бы, собирался. Мы тоже хотим спасать. Но его убрали, лишь бы нас теперь не убрали. Мы верим лучше. Новый министр не передумает и поддержит здесь жителей. Потому что то, что происходит с рекой, она реально заболачивается. Она превращается в такой незрачный ручей. Но, тем не менее, река существует. Она имеет протяженность 21 километр. Впадает дальше в реку Незнайка. Жизнь бурлит на реке Ликова. Жизнь бурлит. Идет строительство активно. Когда эта история началась? Эта история началась очень давно. Еще тогда, когда не было гипермаркета Глобус. Это году в 10-м. Там, начато для деревни Крюково и Трубачевки, было на поле всего лишь небольшой стадион. И когда эту землю отдавали под торговый центр, обещали построить зону отдыха именно вдоль реки Ликова. Хотелось немножко уточнить. Земля в Одинцовском районе очень дорогостоящая. И если сейчас посмотреть на кадастровую карту, то мы увидим, что практически все занято частной собственностью. В силу закона людям для общественных целей, для того, чтобы можно было пользоваться, остались только леса и остались только береговые полосы рек. Но не везде. Нет, в силу закона. Как выяснилось. Нет, вопрос, да. Это мы говорим сейчас в силу закона. Это должно быть. И, соответственно, когда началась застройка полей, близлежащих к деревне, обещали именно в береговой полосе реки, потому что, в соответствии с законом, это разрешается устраивать там зоны отдыха. То есть там хотели разместить детские, спортивные площадки, пешеходную зону для пенсионеров. В общем, проект был очень многообещающий, и люди вас нетерпением ждали. Это был еще 2010 год. На авгаре 2018. И, значит, в 2017 году, в прошлом году, в ноябре, поехала строительная техника, поехали, значит, стройматериалы, начали возводить бетонные коробки в виде фундаментов ленточных. Тут же люди возмутились и начали писать сначала на добродел. Значит, с добродела товарищ Тесли упорно отказывался признать факт строительства. Но он подтвердил, что эта земля уже является землей для индивидуального личного строительства. То есть в голове... Изначально она была землей какого назначения? Изначально... Чтобы мы понимали, что там что-то не было в процессе. Он не стоял на кадастровом учете. Начнем с того, что земля, это реки и береговые полосы, это федеральная собственность вообще. В силу водного кодекса. В свое время, когда начали идти разговор о создании зоны отдыха, поставили на кадастровый учет участок 2,8 гектара под культурно-развлекательные цели. Так назвали это. Но, в принципе, возмущаться никто не хотел, потому что вроде бы попадает в зону отдыха, там что-то беседки может быть будет. И этот участок очень долго так и висел, не использовался. Значит, потом он перешел этот участок к товарищу Грибу. В аренду. В аренду. Да, этот участок был в аренде. Он еще был выделен там в 2010 году. То есть владел муниципалитет, он сдал его в аренду Грибу. Долгосрочная аренда, насколько? Долгосрочная аренда, там, по-моему, 40. Причем это уже тогда было нарушение, потому что этот участок полностью пересекал русло реки, что вообще, в принципе, незаконно. Но строительство не велось, и, в принципе, этот вопрос никто на нем не акцентировал внимания. Хотя в акции выбора тогда еще архитектор Жданов, он конкретно написал, что участок он согласовывает для выделения, но только при условии соблюдения водного кодекса. Но в 2017 году, когда началось строительство, конечно, жители сполошились, начали писать, начали сами раздаться. Значит, здесь вот прошлая проблема, и эта проблема, она имеет один очень серьезную общую составляющую. Это то, что люди практически перед всеми этими вопросами остаются один на один. То есть, если находятся такие активисты, как Андрей, они начинают тему эту раскручивать, начинают привлекать общественное внимание, говорят, посмотрите, что происходит. Это то, что позволяет человеку образование, знания и прочее. Если не находятся, то эта тема доходит до конца, и мы уже зачастую имеем необратимые последствия в виде экологического урона даже. Вот в данном случае люди... И мы о чем говорим? А для этих целей у нас есть администрация. Администрация муниципальная, которая должна создать нам комфортную среду. Она должна именно деревья сохранять, потому что это нам нужно людям. Ну и сделать парк, как изначально обсуждалось. А она, значит, действует для чего? А вот это нужно застройщику. А нам не нужно, чтобы это нужно было застройщику, потому что муниципальная власть – это власть именно населения. Это местное самоуправление. И вы нигде не найдете в законе или в европейской харте о местном самоуправлении упоминание каких-то коммерческих организаций и юридических лиц. Там только население. А мы сейчас... Но застройщик – это же деньги. Да. То есть это же инвестиции. То есть это же инвестиции. Кто застройщик, кто строит эти дома? Да. Ну, то есть я сейчас немножко еще раз уточню. Когда началось строительство, то мы выяснили, что уже земля в русле переведена в ИЖС. Хотя параллельно шли постоянно обсуждения. Генплан там, поселение. Люди везде выступали против любой застройки. Ждали этого зоны отдыха. То есть мы говорим о том, что населению противостоит некая структура, которая на общественных слушаниях хитростью продвигает какие-то свои заключения. Значит, где-то подписывает документы, которые подписывают не местные жители, а три представителя всего лишь от местных жителей. И вот это вот на протяжении нескольких лет позволило землю эту разбить на участки по 20 соток и оформить ее как ИЖС. То есть включая русло реки. И жителей спасло только то, что действительно есть факт нарушения федерального законодательства, водного кодекса. Поэтому, когда написали сразу в прокуратуру, не добившись реакции местной власти, потому что тот же товарищ Тесли писал, что участки ИЖС подразумевают строительство индивидуальных жилых домов. Хотя, а потом отрицал факт строительства. Но когда уже пришло представление из природоохранной прокуратуры о недопустимости строительства в береговой полосе, тогда они начали уже другие ответы писать, что они не могут отрицать. Антон, у нас времени осталось очень мало. То, что началось строительство, означает ли, что у застройщика были, соответственно, разрешительные документы? Нет, конечно, он мог без разрешения строить. Но сам застройщик утверждал, что разрешение есть. А вот что думает по этому поводу Максим Рибко, заместитель начальника управления сопровождения градостроительной деятельности администрации Одинцовского района? Давайте узнаем. Арендатор обращался к нам за получением градостроительного плана земельного участка и разрешением на строительство. Городостроительный план земельного участка был выдан без места допустимого разрешения строительства, так как эти участки накрывают санитарные зоны. И, естественно, в разрешении на строительство, когда он подавался, ему также было отказано по тем же абсолютным причинам. То есть, но, тем не менее, строения там появились? Строения появились по обращениям жителей. Нами были направлены запросы в инстанции, курирующие строительство. Эти инстанции были совершены ими проверки. И по факту было обращение в суд, если не ошибаюсь. И решение суда уже сейчас есть. Наложены обеспечительные меры. У нас есть исполнительное производство. Не выдавать никакой разрешительной документации на данных строениях. Антон, что это за решение суда, о котором сказал Максим Рибко? Максим Рибко сказал о решении суда, которое в итоге получила прокуратура, выйдя с иском к администрации. После многочисленных отписок администрации прокуратура граждан поддержала жителей и подала иск к администрации, признав действия о выделении земельных участков из федеральной собственности незаконными. Суд был выигран. Но несмотря на то, что было и определение о запрете хозяйственной деятельности, и сейчас решение суда есть о том, чтобы изъять участки из оборота и снять объекты капитального строительства с кадастрового учета. Все равно продолжается освоение этих участков. Несколько домов уже заселены, в том числе... Андрей, вы мне присылали ссылку на объявление в интернете. Это ссылка недавняя, я, к сожалению, дату не посмотрела. Она сейчас висит. Да, 3,5 миллиона стоит данный домик. Домик, конечно, хлипкий. Это опять очередные обманутые, так сказать, покупатели будут там жить. На сегодняшний день, смотрите, есть решение суда признать действия администрации незаконными. Но мы понимаем, что администрация — это конкретные должностные лица. Вот у Андрея и у нас есть копии документов, где стоят подписи конкретных должностных лиц. Никто никаких решений к этим должностным лицам до сих пор не принял. Хотя факт нарушения закона есть, факт причинения ущерба есть, но эти лица продолжают подписывать документы и находиться... Самое интересное, что по этому решению суда у собственников и у застройщика появились основания требовать возмещения ущерба с администрации Одинцовского района. Именно с администрации, понимаете? Это из нашего с вами бюджета, из нашего кармана. Решение суда есть. Постройки должны быть снесены. Почему они до сих пор на своем месте? Мы жалеем тех, кто приобрел... 5 сентября суд вынес решение, месяц есть на обжалование. Давайте будем смотреть, что будет после 5 октября. Но в разговоре с теми людьми, которые заселились уже в эти скворечники, мы их так называем, да, они полностью уверены, что почему-то им выплатят некую компенсацию. Есть некие юристы. Там история уходит уже... Администрация написала, значит, и в УБ, о факте якобы подделки решения строительства. Но это уже ущерб, вызванный деятельностью арендатора. И пока что его никто ни в чем не обвинил, кроме как подделки решения строительства. Но решение суда о незаконности действия администрации есть. Вот мы бы хотели, чтобы обратить на это внимание, что администрация, это не какое-то аморсное создание. То есть сейчас администрация просто разорвет договор аренды, да? Застройщик тоже, собственно, как бы он уже продал эти дома. Там кредиты. И мы останемся один на один с этими пострадавшими. Вот они. Многодетные. Да, они, там, многодетная семья взяла последние деньги, взяла кредит в банке, купила этот домик. Апотеку, да. Да, кто будет сносить? И как это снести? То есть я думаю, что это еще не конец истории, к сожалению. Но парк-то будет, как вы думаете? Рано или поздно? Наша цель, конечно, это парк не только для жителей деревни Крюково или Трубачевки. Также там прилегает в НИИСОК. Мы уже разговаривали с администрацией Лесной городок, который тоже... Мы уже даже с Ивановым разговаривали. И он пообещал, что подготовьте схему, и у нас отработанная, значит, с парком Лазутиной схему подготовьте. Мы будем, может быть, рассматривать вариант, как и прилежащий лес оформить все это тоже в парковую зону. Но пока еще мы... Но мы будем надеяться вместе с ними. Хочется напомнить телезрителям, когда вы покупаете жилье, когда все-таки эта покупка требует значительных финансовых вложений, будьте внимательны, тщательно изучайте информацию, где находится этот дом или в каком жилом комплексе находится та или иная квартира. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok